Укрепляет свои позиции и отечественное кораблестроение, зародившееся в годы независимости страны. На защите морских границ Казахстана стоят уже 29 военных судов, изготовленных на одном из уральских заводов по заказу Министерства обороны и пограничной службы. Раньше на предприятии строили катера и корабли водоизмещением до 300 тонн, а сегодня его потенциал позволяет конструировать и собирать крупногабаритные ракетно-артиллерийские и патрульные корабли с суперсовременным вооружением. Четверть века назад в этом цеху выполнили первый заказ казахстанских пограничников. Корпус самого первого прибрежного катера водоизмещением 13 тонн делали вручную. За эти годы мы изготовили 4 единицы для Министерства обороны и остальные для пограничной службы КНБ. Итого мы сейчас в настоящий момент сделали 29 единиц катеров и кораблей. Современные суда отличаются высоким техническим оснащением. Катер FC-19 набирает скорость до 100 км в час. Он оборудован современными средствами управления, связи и инвигации. Ракетно-артиллерийский Сарбас оснастили гидроакустической системой. Ежегодно проводится модернизация кораблей и катеров. Вводится дополнительное комплектующие, дополнительное оборудование. После реконструкции на заводе появилась возможность возводить корабли водоизмещением до 700 тонн. Из-за обмеления Урала были трудности с транспортировкой судов на Каспий. Но в прошлом году заводчане успешно испытали технологическую оснастку для перемещения кораблей по мелководию в систему понтонов. Мы сделали такие технологические понтоны, по которым можно корабль передвигать и по реке Урал, и выйти в канал, который, так сказать, поднимает корабль, обеспечивает осадку не более одного метра. То есть это достаточно для того, чтобы пройти по Уралу и выйти, так сказать, туда уже в море. Сейчас корабелы работают над производством пунктов маневренного базирования для пограничников. Это своего рода мобильные пирсы, которые обеспечивают швартовку катеров и кораблей всех местах, где нет стационарной инфраструктуры.